Вы смотрите итоговый выпуск программы Дефакто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. 100 граммов психотропа альфа-ПВП в чистом виде. Оперативники нашли мега-закладку и задержали наркодилера оптовика. Ограбление магазина с пистолетом зажигалкой, маской и медицинскими перчатками. В лечесах милиционеры службы охраны раскрыли вооруженный налет за две минуты. Пошли грибы, стали пропадать люди. В регионе уже пять человек заблудились в лесу. Одного из них нашли мертвым. Что такое хулиганство и можно ли защитить себя от этого явления, выясняла Наталья Игнатенко. Какие причины заставляют людей идти на хулиганские поступки и о чем говорит статистика, расскажет заместитель начальника УВД Гомельского облсполкома Анатолий Васильев. А также денежный дождь из миллиона долларов, автобус, заехавший в магазин и укоротитель змей, который ловит их голыми руками. В рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора происшествий за неделю. В Гомеле задержан наркодилер интернет-магазина по продаже психотропов. На съемной квартире у 24-летнего мужчины правоохранители нашли наркотик альфа-ПВП, а также электронные весы, фасовочные полимерные пакеты, изоленту. Обнаружили оперативники также и мегазакладку, которую в лесном массиве Речевского района подозреваемый не успел забрать. В реализацию не попал психотроп альфа-ПВП в чистом виде, массой около 100 граммов. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле на пожаре спасено два человека, и еще трое были эвакуированы. Возгорание произошло в доме на улице Ченгарской дивизии. Полыхала трехкомнатная квартира, в которой проживали два брата, злоупотребляющие спиртными напитками. Очередной пешеход в наушниках не заметил приближающегося поезда. 6 июля около 18.00 на перегоне и путь СОЖ грузовым составом был сбит 34-летний мужчина. Со слов очевидцев, он переходил железнодорожные пути в районе остановочного пункта Кленки. Мужчина был в наушниках и никак не реагировал на звуковые сигналы. К счастью, пострадавший остался жив. Водитель на Ладе совершил наезд на 39-летнюю женщину. ДТП произошло в Гомеле на пересечении улицы Студенческой и проспекта Октября. Женщина шла по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет, но автомобилист не уступил ей дорогу. Женщина получила травму и была доставлена в больницу. Мгновенная карма настигла нарушителей из Лельчиц после того, как они совершили разбойное нападение на местный продуктовый магазин. Дело в том, что налетчиков практически сразу задержала милиция. Угрожая пистолетом зажигалкой, один из грабителей вынес из магазина спиртное, но выйти из игры сухим не удалось ни ему, ни его сообщнику, который стоял на стрёме. На расстоянии 100 метров от магазина их задержал наряд департамента охраны, который случайно проезжал мимо, патрулируя окрестности. В Костюковке сотрудники наркоконтроля выявили и ликвидировали более 600 кустов дикорастущей конопли. Дурман-трава произрастала на площади в 1 гектар. При помощи специальной техники проведены процедуры измельчения наркосодержащего растения и культивирования участка земли, на которой находилась дикая плантация. Общий вес уничтоженной конопли составил около тонны. А в Гомеле задержали наркофермера, который выращивал коноплю на чердаке своего дома и продавал марихуану. Мужчину поймали с поличным в момент реализации дурмана. А на чердаке у подозреваемого нашли настоящий ботанический сад по выращиванию наркосодержащих растений. Готовую продукцию дилер хранил в различных местах дома. Отыскать все тайники помогла служебная собака. Выполнил ремонт, а потом ограбил заказчика. В Житковичах оперативно раскрыто дело о краже. Подозреваемый штукатурмаляр, который вынес из дома местной жительницы крупную сумму денег, драгоценности, коньяк и виски. Дверь он открыл ключом, а чтобы заместить следы, разбил в подвале окном. Грабителем оказался 40-летний житель Микошевичей, который занимался внутренней отделкой стен в доме потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Ежегодно в лесу теряются десятки белорусов. Кто-то после блуждания выходит из леса сам, а кого-то приходится искать не один день, задействовав при этом поисковые отряды волонтеров, солдат и милицию. Истории о лесных потеряшках, а также советы специалистов о том, как поступить, если вы все же оказались пленником леса. В следующем сюжете. С начала сезона сбора грибов и ягод в органы внутренних дел Гомельской области поступило 7 заявлений от граждан с просьбой найти родственников, которые ушли в лес и не вернулись. Поиски пятерых грибников-ягодников увенчались успехом, но одного мужчину нашли в лесу мертвым. Еще одну пожилую жительницу Лельческого района, отправившуюся на тихую охоту в болотистую местность, ищут третью неделю. На каждое такое поисковое мероприятие привлекается большое количество людей и техники. К примеру, в начале июля в Калинковском районе пропала 80-летняя пенсионерка. Искала ее поисковая команда, в которую вошли милиционеры, работники МЧС, солдаты срочной службы и родственники. В этом случае женщину нашли. На следующий день в милическом районе в лесу пропал мужчина. Его нашли, но уже поздно. Все эти факты свидетельствуют о том, что в случае игнорирования простых правил поход в лес может стать причиной трагедии. Женщину помог найти рыбак. Он рассказал поисковикам, что видел какую-то бабушку, скрывшуюся в лесной чаще, и указал это место. Через несколько часов ее обнаружили. Пожилая женщина чувствовала себя нормально. Ее передали родственникам. Однако, как показывает многолетняя практика, хэппи-эндом такие истории заканчиваются не всегда. Ну, из практики во многом это зависит от непосредственно времени года. Если брать осенние и весенние периоды, естественно, здесь нередко встречается общее переохлаждение, которое усугубляется в целом общим истощением, связанным с недостатком воды и пищи. Также немаловажную роль имеют наличие самих по себе соматических заболеваний, то есть заболевания со стороны сердца, центральной нервной системы, сосудистой системы. Вот именно по этой причине чаще всего люди погибают длительное время, находясь в лесных массивах. Специалисты советуют не искать обратную дорогу из леса ночью. Лучше не паниковать и до наступления сумерек подготовить место для ночлега. Хорошо, если есть возможность развести костер, если нет, то листва, набитые под одежду и шалаш из веток, укроют вас от холода и дождя. С рассветом можно продолжить путь. Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не можете определить, даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. По возможности пейте воду и двигайтесь в цели. Главное для вас – выйти к людям. Поэтому важными ориентирами будут линии электропередач, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей. Сориентироваться также можно по звуку. Шум трактора слышен за 3 километра. Лая собаки – за 2. Идущий поезд в пределах 10 километров. Если вам повстречался ручей или река, то вы спасены. Пройдя некоторое время вниз по течению, вы можете встретить рыбаков или выйдете в населенный пункт. Главное – не поддаваться панике и верить, что все закончится хорошо. Гомельская область Об ответственности за подобное деяние – сюжет Натальи Игнатенко. Эти кадры зафиксировала видеокамера вблизи автозаправки в Музырском районе. Несколько подвыпивших молодых людей суетливо ищут применение своей молодецкой удали. И ничего другого не придумывают, как выплеснуть агрессию на молодого человека, который случайно попался на пути. Двое мазырян из этой компании спустя какое-то время станут беспричинно избивать 20-летнего парня. О поступившем в районную больницу потерпевшим жители деревни Козинки сообщила медсестра лечебного учреждения. На место происшествия выехала группа задержания Департамента охраны. Приехав в КЗС, сотрудники увидели группу отдыхающих. Они пояснили, что никакого отношения к инциденту не имеют. Но правоохранители решили убедиться в правдивости слов. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стало понятно, что парни лгут. На видео было отчетливо видно, кто конкретно совершил хулиганство. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ареста или ограничение свободы или лишение свободы на срок от года до 6 лет. Кстати, бесчинство в общественных местах чаще всего творят в состоянии алкогольного опьянения. Человек под градусом не видит грань между неадекватным поведением и хулиганскими выходками, за которые придется отвечать. Это видео было снято камерой видеонаблюдения в одной из торговых точек. На нем отчетливо видно избиение человека. Зеленый змей не самый лучший советчик. Скорее подстрекатель. Наднюдь негероические поступки. У нас есть очень много случаев, когда люди, которые в принципе в обычной жизни практически не потребляют спиртные напитки, под влиянием алкоголя совершают крайне необдуманные поступки, за которые в том числе наступает уголовная ответственность. У нас есть не единичные примеры, когда в том числе, например, тренер российской команды, приехавший сюда на соревнования, не рассчитал дозу алкоголя. В результате чего совершил хулиганские действия в центре города и был привлечен к уголовной ответственности за хулиганство. За первое полугодие 2019-го в общественных местах Гомельской области было зарегистрировано без малого 1800 преступлений. В прошлом году за такой же период чуть более 1100. Рост количества преступлений на улицах, в скверах, парках, кафе, ресторанах, барах, кинотеатрах, зонах отдыха очевиден. В структуре хулиганства основной вид преступных деяний – это повреждение имущества в основном автомобилей и причинение телесных повреждений путем совершения хулиганских действий. Если говорить про портрет, обобщенный портрет хулигана, то это лицо среднего возраста от 25-30 лет. Как известно, увеселительные заведения пробуждают желание поразвлечься. Вот только в большинстве случаев бурное времяпрепровождение может заканчиваться плачевно. Для квалифицирования деяний злоумышленника потерпевшего направляют на судебно-медицинскую экспертизу. Врач изучает нанесенные травмы, побои, увечья, полученные криминальным путем, и дают заключение об их локализации, механизме образования и степени тяжести. Выводится осмотр, при необходимости запрашиваются медицинские документы и устанавливается степень тяжести. Как правило, эти телесные повреждения сопровождаются кровоподтеками, ссадинами на лице. В этом случае эксперт не только фиксирует наличие телесных повреждений, он определяет давность их, возможность образования телесных повреждений при конкретных обстоятельствах. Также количество телесных повреждений может определить травмирующий предмет. При падении граждан в результате удара могут возникать и более тяжелые телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм, которые могут сопровождаться как инвалидностью граждан, так и наступлением смертельного исхода. Оставленные без присмотра автомобили также предмет преступного посягательства. Преимущественно, такие злодеяния совершаются в вечернее и ночное время. Многие наивно полагают, что повреждая покрытие автомобиля или пробивая колеса, могут избежать уголовной ответственности. Однако за подобное хулиганство может светить вполне реальная статья. Если лицо, впервые совершившее это преступление, как правило, назначается наказание, не связанное с лишением свободы. Чаще всего даже это штраф, который может быть очень значительным. Есть штрафы и 100 базовых величин и больше за повреждение имущества. Конечно, одним из таких существенных направлений, направленных на профилактику преступлений в общественных местах, является установление систем видеонаблюдения. Это, конечно, и большое подспорье сотрудникам правоохранительных органов по раскрытию преступлений, но они имеют и большой профилактический эффект, потому что все-таки боясь привлечения к ответственности, является, наверное, одним из основных сдерживающих факторов, препятствующих совершению преступления. О том, как противостоять хулиганам на улице, насколько это распространенное явление в городах нашего региона и как с этим бороться. Прямо сейчас в студии программы «Де-факто» мы поговорим с заместителем начальника управления внутренних дел Гомельского обл. исполкома Анатолием Васильевым. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Анатолий Анатольевич, какова у нас динамика хулиганств на территории Гомельской области и какие виды преступлений больше всего сегодня беспокоят правоохранители? Вы знаете, я хочу в начале нашей беседы довести до наших телезрителей следующую информацию. Во-первых, законодатель и юристы различают два вида хулиганств. Первое хулиганство – это за которое предусмотрена административная ответственность в Кодексе административных правонарушений Республики Беларусь, статья 17.1. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 30 базовых величин или административный арест сроком до 15 суток. Также в Уголовном кодексе есть статья 339, которая называется «Хулиганство». Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Что касаясь общей статистики, то, конечно, к нашему сожалению, за первое полугодие 2019 года на территории Гомельской области отмечен рост уголовно наказуемых хулиганств. Однако я хочу сказать, что наши телезрители и мы с вами можем свободно ходить по улицам нашего города. Это абсолютно верно. Мы знаем, что мы не станем жертвой преступления, а в исключительных случаях, если произойдет какое-либо преступление будет в отношении нас совершено, набрав телефон 102, незамедлительно приедут сотрудники милиции, и в своем большинстве хулиганы будут задержаны и наказаны. Но вот вы говорили про рост. За счет каких видов хулиганства это происходит? Да, вот касаясь роста, я хочу сказать, что наши люди, мое мнение, стали больше доверять милиции. И если, допустим, вчера владелец автомашины, поставив машину, припаркованную ненадлежащим образом в своем дворе, утром выходил и видел царапины, он просто садился за руль и уезжал на работу, то сегодня утром поступает звонок на линию 102, этот факт фиксируется, выезжает следственная оперативная группа и, по большому счету, возбуждается уголовное дело по статье 339. И в своем большинстве большая половина хулиганств уголовно наказуемых зарегистрирована на территории Гомельской области, это в первую очередь связано с повреждением лакокрасочного покрытия, повреждением колес и, соответственно, повреждением каких-либо заборов. Это в своем большинстве. Насчет доверия милиции с вами соглашусь, потому что вот даже пример далеко ходить не надо, нужно нашему режиссеру за два часа вернули мобильный телефон, который у него в транспортном средстве общественном украли. Поэтому с хулиганствами, наверное, то же самое. Абсолютно верно. Но вот если просмотреть динамику пяти-десятилетней давности, то больше стало преступлений данного ведомства. Да, даже количество, если сравнить, что было в 2009 году, то количество существенно не изменилось, но удельный вес хулиганства однозначно снизился. С хулиганством можно повстречаться где угодно, во дворе, по пути в магазин или на работу, на остановках, в местах массового скопления людей, в развлекательных заведениях. Как реагировать на хулиганство и что делать, чтобы не пострадать от этого противоправного проявления человеческого поведения? Мы поинтересовались у гомельчан. Внимание на экран. Если люди есть, попросить помощи у людей, если они есть. Ну, а если нет у людей, просто самооборона, если кто умеет. А если кто нет, бежать. Если их там много, лучше что-нибудь взять в руки и отбиваться. В обиду себя не давать. Боюсь, что себе дороже будет, если ты станешь себя защищать. И не дай бог этому хулигану что-нибудь сломаешь или уронишь его ненароком. Лучше такие моменты обходить стороной. Наверное, надо сразу броситься в органы. Ну, я так считаю. Ну, не ходить по темным углам. И все. Спортом заниматься. Тогда никакой хулиган страшен не будет. Анатолий Анатольевич, вот такая подборка мнений. Как вы можете это прокомментировать, если вам что добавить? Вы знаете, в каждой конкретной ситуации, то, что мы спрашивали у наших гомельчан, действительно есть рациональное зерно. Но на каждую ситуацию нельзя выписать единый рецепт, который подойдет любой ситуации. Но абсолютно верно. В первую очередь, своим поведением нельзя провоцировать какую-либо компанию. Которую, я вот приведу один пример. У нас на территории города Гомеля было возбуждено уголовное дело, когда лицо, находясь в изрядном подпитии, приняло решение пристать к спокойно стоящей компании и начать воспитывать, как им жить. Несколько раз его попросили покинуть, отойти, не мешать, но это, наоборот, его еще больше подвигло на подвиги, он еще больше стал распыляться. В результате чего несколько молодых человек с этой компанией вышло и нанесли телесные повреждения этому лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Ну, какой тут давать комментарий? Ну, если ты уже выпил, да, у нас нет сухого закона, конечно. Но вместе с тем надо себя вести таким образом, чтобы не стать жертвой преступления, но в первую очередь и не провоцировать это преступление, которое потом в дальнейшем будет совершено. Отдельно хотелось бы остановиться на хулиганствах, которые связаны с порчей имущества. Десятки фактов, когда наши уважаемые автолюбители ставят свои автомобили во дворах таким образом, что мешают пройти пешеходам и создают неудобства. Не только для пешеходов, но и для других автолюбителей. Утро, выходя во двор, они видят или повреждение лакокрасочного покрытия, или, соответственно, поврежденные колеса, спущенные колеса. Очень часто такая порча – это предмет выяснения отношений между соседями, недругами. Что должен помнить человек, когда идет на такое преступление? Он должен помнить начало нашей передачи о том, что в соответствии со статьей 339 Уголовного кодекса лишение свободы предусматривает до 10 лет лишения свободы. До 10 лет? Да, до 10 лет лишения свободы. Это в зависимости от... От тяжести совершенного преступления. То есть из суммы причиненного вреда. Да, абсолютно верно, да. Ну да, это, конечно же, должно быть серьезным аргументом к тому, чтобы не совершать такое преступление. Абсолютно верно. Поэтому может лучше соседям в нормальной мирной обстановке побеседовать и определить, кто где будет ставить машину, чтобы потом не было таких скандалов. Немаловажным также фактором остается разбитие окон на первых этажах, на вторых этажах, когда молодые люди, хочу сказать, в основном, молодые люди принимают решение опять-таки в своем большинстве находясь в состоянии алкогольного опьянения, покуражиться и разбить камнями. Или в моду сейчас вошло пневматическое оружие шариками металлическими стекла. Вот мне кажется, все большее количество таких преступлений попадает сегодня в объектив камеры видеонаблюдения. Абсолютно верно. Помогают они раскрывать преступления? Да. Я вам хочу сказать, вот на сегодня, если мы посмотрим общий удельный вес преступлений категории хулиганства, сколько установлено подозреваемых, из 10 совершенных хулиганств на сегодняшний день по 7 фактам установлены подозреваемые. Абсолютно верно. Мы живем в 21 веке. Система видеонаблюдения оказывает существенное поспорье органов внутренних дел в раскрытии, а также, что немаловажно, и в профилактике хулиганств и других либо преступлений. 253 преступления только раскрыто в текущем году с помощью систем видеонаблюдения. Но еще ни один научно-исследовательский институт и ни один профессор еще не подсчитал, сколько преступлений предотвращено, когда потенциальный правонарушитель, видя, что полностью помещение и прилегающая территория контролируются системой видеонаблюдения, просто отказывается от своих преступных деяний в дальнейшем. Если говорить об уличных хулиганствах, все-таки как правильно действовать потерпевшим, чтобы не стать таковыми впоследствии, и на что обращать внимание, как реагировать? Знаете, если мы хотим составить алгоритм действий, в первую очередь, если в отношении кого-либо совершено уголовно наказуемое деяние или административное правонарушение, необходимо запомнить приметы правонарушителя. У всех фактически сейчас в 99,9% случаев есть мобильные телефоны. Произвести съемку правонарушителя и незамедлительно набрать 102. И в принципе, пока происходит диалог, можно уже начать снимать. Абсолютно верно. Ни маму, ни папу, ни бабушку, ни дедушку, ни друга. У нас есть факты, когда через 2-3 суток, рассказав мужчина, почему-то стесняясь позвонить в милицию, через 2-3 суток он рассказывает своей жене о том, что в отношении его совершено хулиганство. Жена звонит в милицию и уже начинает рассказывать. Но понимаете, дорога ложка к обеду, когда сотрудники милиции могут преступления сразу раскрыть по горячим следам. Это намного эффективнее и проще делать сотрудника милиции, чем начать работать через 2-3 суток. Ну что ж, Антон Анатольевич, очень полезные советы прозвучали от вас сегодня. Я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо, до свидания. До свидания. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» наши корреспонденты постарались собрать самое интересное видео о происшествиях со всего мира. В США автолюбителей накрыл денежный дождь из миллиона долларов. Настоящую удачу за хвост поймали жители Атланты. На одной из автодорог штата из инкассаторской машины вывалился мешок с миллионами долларов, а ветер разнес купюры по шоссе. В итоге движение на нем остановилось. Присмотревшись, люди поняли, что бумажки на асфальте это не мусор, а настоящие долларовые купюры и стали их убирать, а точнее прятать в собственные карманы. Автомобилисты останавливались и собирали деньги прямо как грибы. Кто-то ловил купюры на лету, никогда общество еще не было таким единым и вдохновленным, как сегодня прокомментировал видео один из пользователей сети. В Забайкальском крае на горно-обогатительном комбинате перевернулся карьерный самосвал «Белаз». Водитель на большой скорости ехал по дороге и не вписался в поворот. Машину стала сносить к обочине, после чего она съехала в кювет, перевернулась и загорелась. К удивлению, водитель не пострадал. Причиной аварии могло стать неисправных тормозов. Назначена проверка. А здесь нервы просто зашкаливают. Владелец самоката решил проучить водителя автобуса за то, что тот подрезал его на дороге. Самокат не машина, но его владелец, видимо, был иного мнения. После остановки он набросился на водителя автобуса с кулаками. Но тот спуска не дал и решил задержать нахало. Все переросло в потасовку, а закончилось мгновенной кармой для самокатчика. Желая поскорее покинуть место разборок, он неосмотрительно выехал из автобуса и сразу попал под авто. Понадобилась помощь медиков. В Индии пассажирский автобус с туристами врезался в молочную лавку. Машину занесло на мокрой дороге, развернуло и отбросило прямо на магазин. В этот момент в нем находились двое работников. От удара на них упали полки с продуктами. Но обошлось без травм. Не пострадали и пассажиры автобуса. Однако некоторые признались, что испытали шок. Не справился с управлением и водитель московского такси. После чего его машина упала в реку в районе Костомаровской набережной. На повороте дороги автомобиль неожиданно вошел в неуправляемый занос, затем развернулся и задним кодом пробил ограждение. Ну а после свалился в реку Яузу. В салоне находились два человека. Но их успели спасти работники МЧС. Они же потом подняли из реки автомобиль. Свалился как снег на голову. Это про жителя штата Флорида, США, который выпал из окна здания и рухнул прямо на легковой автомобиль. Судя по кадрам, боль оказалась терпимой. Парень смог быстро подняться и спокойно ушел. Полиция вместе с владельцем авто теперь разыскивает пострадавшего. А в китайской провинции Сихуан на автоцистерну с токсичной бензоиной кислотой свалился огромный валун. Камень упал с горы прямо на прицеп. В итоге химикат стал вытекать наружу. Приехали пожарные и экологи. Но люди не пострадали. И напоследок. Вот это видео из Индии. В нишу между бензобаком и спойлером скутера заползла кобра. Владелец вовремя обнаружил рептилию и попросил змеилова избавить его от этого кошмара. Тот сделал все очень ловко. Кобра хотела напасть, но мужчина одной рукой отвлек ее внимание, а другой спокойно поймал змею сзади за капюшон. В общем, обезвредил ядовитого гада голыми руками. За что и сорвал аплодисменты очевидцев. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok